Продолжаем осваивать нескучные правила создания изделия, которые радуют нас не только процессом, но и результатом. Наша задача получить классный результат. Поэтому в первой части мы с вами подобрали 2-3 изделия, которым будем вязать футболку. И сегодня у нас второе правило. Это форма. А что мы, собственно, будем вязать? Мы будем вязать вточной рукав, реглан, кимоно, прямой фасон, широкая, узкая, длинная, бадлон, тунику. Что? Подбираем варианты к тем изделиям, которые мы с вами выбрали. Вот посмотрите, как меняется ваш облик со сменой объема вашего изделия. Совершенно по-разному смотрится. И, в принципе, можно просто по одной выкройке вязать несколько изделий. Но мы с вами распыляться не будем. Мы выбираем одно единственное оптимальное решение. И будем вязать все-таки форму кимоно. Есть кимоно сложное. Вот то кимоно, в котором я сейчас сижу. Это кимоно, которое мы рисуем в программе. И в программе составляем выкройку, в программе прорисовываем узор. Сложно. Наша задача провязать майку для тех, кто только-только делает первые шаги вязания. Можно вязать квадратик, но это так скучно. Поэтому все-таки кимоно. Но по очень простой методике. Будем делать практически на глаз, с минимальными расчетами. Выбрали кимоно. Выбрали облегающий формат. Облегающий снизу. И свободненькое сверху. Итак, пару подобрали. Форму выбрали. И казалось бы, все. Пошли вязать. Помните, как у Золушки? Можно идти на бал. Нет. Нас ждет еще третья часть. Третье правило. Смотрите его в следующем видео. Не пропустите.